Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня, сейчас вот, я буду говорить о завтрашних и послезавтрашних посевах, потому что как-то незаметно приблизился тот срок, когда уже нужно высевать ранние томаты и ранние перцы. Сразу скажу, что вот этот посев, это будет минимальный. Это только то количество кустиков, которые для теплицы, для получения раннего урожая, вот про которые я говорила, неприхотливые, низкорослые. И перцы также для теплицы, для выращивания в теплице, но для получения раннего урожая, это вот которые низкорослые, с небольшим, недлительным сроком вегетации, это не те, которые здоровые, а вот я буду сейчас сеять именно для раннего урожая. Все остальные томаты для теплицы, вот второй ряд, который будет высокий, крупноплодный, и все перцы для теплицы, которые будут вот у меня такие, они будут сеяться в начале февраля. А вот посевы 25 и 26 января, это только для получения раннего урожая, который сопряжен с некоторыми проблемами, которые дольше выращивать я буду. И я вот наметила уже давно это по плану, что конец января, я уже говорила об этом, 25, 26, 27 посею вот эти, а в начале февраля всю массу, которая будет у меня выращиваться в теплице. И сегодня, когда я ездила на почту, ходила вот в семенной магазин, я купила, я все вот эти вот такие тематические покупаю, книжечки, журнальчики, люблю читать, купила календарь работ в саду и огороде. И о чудо! Именно те дни, которые я наметила на посев, вот, ранних томатов, ранних перцев, совпали с теми днями, которые нам рекомендуют и астрологи. Так что, я потом вам покажу вот этот вот, ну с близкого расстояния. Так что даже тем, кто соблюдает лунный календарь, хотя я всегда говорю, что я не соблюдаю, я сею, когда мне удобно. Вот я всю неделю сидела с заказами, сегодня я последние сейчас увезу, отправлю, и у меня будут вот эти дни, 3 дня свободных, когда я займусь посевами. И как раз вот это совпало, и с астрологическим прогнозом, самые благоприятные дни в январе, это 26, 27, 26 и 27. И на следующей неделе, я опять же последние заказы в течение недели сделаю, и после этого сяду за посевы вот остальных в теплицу, и я посмотрела как раз эти дни, которые у меня будут свободны, они опять, у них благоприятный астрологический прогноз. Так что, нам даже звезды разрешают нынче посеять тогда, когда мы хотим. Я сейчас вам тут несколько слов прочитаю. Вот если 28-го уже только опрыскивание, там, и посев перца 29-го, то на 26-е, на 27-е написано, нужна ранняя рассада, сейте перцы, капусту, высокорослые томаты, 26-го с 14-и 29-и и 27-го до 14-и 29-и. Короче, вот тот самый период, который я выбрала по плану, он является самым благоприятным периодом в этом месяце. Вот нам повезло, кто хочет вместе со мной, многие ждут, когда я начну сеять, чтобы все это делать так же, как я. Мы сейчас, я вам напомню, как мы приготовились к посеву, и что мы сделали. Помыли тару. Все помыли. Грунт занесли, разморозили, просеяли, увлажнили до такой степени, как нам нужно было. Кто-то увлажнил фитоспорином, кто-то увлажнил марганцовкой. Я вот немножко добавила марганцовки, и больше я ничего делать не буду с ним. И увлажнила. Но так как он несколько дней стоял, уже, наверное, неделю, он немножко у меня подсох. Если вы увидите, что грунт у вас чуть-чуть подсохший, то и увлажните его до такого стаяния, но я рассказывала, до влажного, но сыпучего. Все. Я сегодня купила, весь город взяла, купила свой привикур, наконец-то, купила его так, потом вам покажу, купила его так. И я буду сеять семена перца, сухие, без замачивания, без протравливания, без обработки. Буду просто дорожки поливать вот этим раствором. Именно дорожки. Высаживать туда, в этот грунт, все буду показывать, и закрывать грунтом. Весь грунт я не буду обрабатывать ни привикуром, ни каким другим средством. Я так несколько лет уже делаю, это все помогает. И еще. Перцы я рассказывала, какие сорта буду высаживать, томаты я рассказывала. Но вот сейчас, после этого видео, я специально еще один небольшой, короткий видеоролик сниму. Какие все-таки выбрать вам томаты, для того, чтобы посеять вот так рано, для получения раннего урожая, чтобы у вас не было сильно хлопот, чтобы не было сильно проблем. Все, до свидания. Сейчас следующий видеоролик будет именно о выборе сортов неприхотливых.